Всем привет! В связи с тем, что поступало много вопросов как в личку, так и прямо на ютубе по поводу навигации, координат и прочего, как что-то найти, решил сделать еще одно видео, которое следовало довольно-таки подробно описать, наверное, в самом начале. Когда вы создаете нового персонажа, кстати, обратите внимание на то, что теперь я на другом персонаже, и если вы захотите мне написать, либо связаться со мной, вам необходимо будет писать этому персонажу. Так вот, по видео. После того, как вы начали новую игру, появились в стартовой аномалии, я сейчас уже от нее уварпывал, поэтому у меня самой аномалии уже не видно. Как вернуться туда, что невозможно насканить? Допустим, вы хотите вернуться, ну не знаю, куда-то, вам необходимо создать координату на себе, так называемую букву. Можете сделать следующим образом. Нажимаете Alt-E, либо вот эту вкладочку, и нажимаете «Сохранить координаты». После того, как вы координаты создали, можете поменять имя, нажимаете «Отправить», и в этой же вкладке вы увидите в разделе «Личный координат» вашу букву. Если в корпорации, в которой вы находитесь, есть еще какие-то координаты, вы также их будете видеть как корпоративные координаты. Что можно сделать с этой букой? Помимо того, что ее также видно при щелчке правой кнопкой мыши по свободному месту в космосе, так и можно сделать следующее. Смотрите, чтобы было наглядно. Выходим из корабля и варпаем на станцию. Кто еще не знает, если вы, допустим, потеряли корабль, и вы поприварпу на любую станцию, где у вас нет корабля, вы получите точно такой же стартовый корабль, как только что у меня был, в зависимости от вашей расы. В данный момент я от балды начал Колдаре, соответственно, у меня и Бис Колдарский, ну и, соответственно, у Матарцев свои, у Амарцев свои, у Галентов свои. Так вот, по приварпу на станцию вы можете эту букву продать, допустим. Если вы живете в нулях, ну или еще где-то, и что-то хотите, какие-то координаты продать, очень часто, допустим, продают экспедиции. В Империи я, правда, не знаю, покупают ли их вообще и продают ли вообще, но в нулях это нормальная практика. Когда вы крабите аномальку, у вас выпадает экспедиция, либо Плекс, вы можете продать. Как это сделать? Вам необходимо сделать следующие вещи. Открыть для начала ваш ангар и открыть, собственно говоря, сами координаты. Смотрите, на складе ничего нет. Просто берете, хватаете за букву и перетаскиваете ее на склад. Вот, все. Ваша бука, так называемая, она на складе. Если вы сейчас выйдете в космос, то вы уже не увидите по щелчку правой кнопкой мыши вашу координаты. Видите, ее нет. А если вы, допустим, купили букву, как ее положить обратно? Все точно так же, только в обратной последовательности и кидаете в ваш отсек. Именно наводите на личные координаты и отпускаете. Все, у вас появилась бука. И сейчас посмотрим. Нажимаем правую кнопку мыши и видим, что у нас появилась опять личная координата. Все, летаем, летим туда и забираем свой кораблик. Так как это была стартовая позиция, по факту, да, у каждого игрока она своя, генерируется рандомно. То, когда вы были там изначально, вы видели там и NPC летающие, и какие-то астероиды и прочее. Сейчас по приварпу вы их уже не увидите. Так как и прочие аномалии, ну, эта аномалия, она не имеет в себе никакой ценности. Поэтому после того, как игрок от нее уварпывает, она просто исчезает. Видите, ничего нет. Пустой голый космос. Стыкуемся обратно в наш шаттл. И, смотрите, второй момент. Рано или поздно вы столкнетесь с такой ситуацией, когда летали, 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 и вдруг, бац, забыли, где ваша домашняя станция, где у вас лежат ваши вещички. Как их найти? Нажимаете базу личного имущества, либо Alt, английское Т. И вот здесь вы видите название системы и название станции, в котором ваше барахло лежит. И вы видите, что здесь лежит. Вы можете либо, если в той же системе, войти в док, либо задать место назначения, если вы не в той же системе. Так вы можете проследить абсолютно любую станцию, на которой хоть что-то из вашего имущества лежит. Многие люди, допустим, для того, чтобы не запариваться сильно и не искать долго, они координаты создают, а разбрасывают там. И кто-то ракету бросит, кто-то еще что-то по каким-то необходимым для них станциям. Чтобы вот в этом списке они все перечислялись. Либо, опять же, момент с буками, вы просто варпаете на станцию. Либо можете не варпать, а просто правой кнопкой мыши в овервью, сохранить координату и называете. Все, это ваша домашняя станция. Если вдруг, мало ли, ваш знакомый начал играть, вы с ним начали играть разными расами, вы живете на разных станциях. Вы просто можете контрактом, хотя я не сильно уверен, по-моему, контракты нельзя на реальном аккаунте использовать, передать ему эту букву. Создаете, допустим, в житве, он прилетает в житу, чтобы 15 раз не объяснять, если, особенно, человек уж совсем плохо разбирается в Еве, да, и не сможет воспользоваться поиском, как, опять же, что-то искать. Берете, открываете поиск, и не важно, что вы пишете. Допустим, возьмем нашего прошлого персонажа. Все, поиск находит максимальные совпадения. Вот он, наш прошлый персонаж, 26 дней. Кстати, для тех, кто еще не знает, буквально пару дней назад CCP отменила 30-дневные аккаунты. Теперь реальный аккаунт доступен только на 14 дней. В ссылке под видео будет, вернее, под видео будет ссылка на 21-дневный реальный аккаунт. Если кто-то создаст аккаунт по этой ссылке и в дальнейшем оплатит его, то вы можете получить от меня на свой счет, в зависимости от курса на данный момент Плекса, ровно половину его стоимости. То бишь, создаете по ссылке, оплачиваете, неважно, Плексом, либо наличными, и скидываете мне скин с подтверждением на вот этого вот персонажа. После этого я вам перевожу половину стоимости Плекса на ваш валет. Если вы новичок, и вы еще пока не знаете, сколько стоит Плекс и зачем он нужен, то Плекс это аналог оплаты новичкой. То есть, по факту, где-то вот сейчас стоит он в районе миллиарда 170. Для понимания, неплохой корабль, возьмем, там, не знаю, многими любимую мочалку, она стоит в районе 444 миллионов исков. То бишь, вот такой вот корабль вы купите сходу, не напрягаясь, и будете сразу получать повышенный доход. Ну, опять же, за половину Плекса, за 700 миллионов, за 600 миллионов, можно купить и корабль, и Т-2 обвес на него. До Т-2 обвеса вы вряд ли вначале докачаетесь, поэтому, скорее всего, это будет Т-1 мета-4 обвес. Ну, думаю, по букам на этот раз должно быть все понятно. По, кстати, управлению кораблем. Сколько вы не пытаетесь, у вас корабль кнопками не полетит, у вас будут вот такие вот вещи. Как корабль, в принципе, развернуть в другую сторону? Либо вы можете, опять же, в настройках включить управление клавишами, но я пока еще не видел ни одного человека, который этим пользуется. Но что делать, если вам действительно надо вручную корабль повернуть в какую-то сторону? Вы просто делаете двойной клик по космосу, и ваш корабль начинает лететь туда, куда вы хотите. Для чего это надо? Если вы полетели в нули и попали в бубль, то для того, чтобы максимально себя обезопасить, вам необходимо лететь в сторону, которая будет максимально ближе к краю бубля. Соответственно, вы по приварку... Давайте я вам сейчас покажу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Допустим, вы попадаете в гейт. Залетим в ворота. Кстати, для тех, кто смотрит видео, давайте сделаем следующим образом. Если кто за два дня, точнее, до завтрашнего вечера, мне на этого персонажа пришлет письмо... Давайте пускай это будет, наверное, пятый человек. Пятый, приславший письмо на этого персонажа... получит все имущество моего прошлого персонажа. Единственное ограничение. Я, насколько помню, не смогу вам передать их деньги просто так. Нам необходимо находиться будет на одной станции. Тот персонаж в данный момент сидит в жите. Поэтому не проблема, можно будет состыковаться. Так вот, по поводу входа. После того, как вы вошли в ворота, вы находитесь какое-то время в так называемой гейтовой клоке. Она длится ровно одну минуту. То есть, вас не видно. За это время вы всегда сможете принять какое-то решение. Представим, что здесь бубль. Вы отдаляете камеру максимально и смотрите, в какую сторону находится ближайший край бубля. И быстро щелкаете в ту сторону и нажимаете МВД. Если у вас есть клока, включаете МВД, тут же выключаете и нажимаете на клок. Всё. У вас, скорее всего, 99% шанс того, что вы выживете. Если у вас есть ковер-клока, вы просто-напросто успеете уйти в ковроколку раньше, чем вас залочат. А так как вы будете находиться под действием МВД, один цикл, то, соответственно, вас не расхлочат, скорее всего. Потому что сложнее будет определить ваше местоположение. Ну, я думаю, что на этом видео можно заканчивать. Позднее я покажу, скорее всего, опять же, завтра, когда, если кто-то мне всё-таки напишет сообщение по поводу наследства от прошлого моего персонажа, как раз передам этому человеку браклишко и покажу видео о том, как вообще, в принципе, фитить корабли. Зачем это надо и как сделать фит максимально эффективным именно для новичка. Я не буду рассматривать ПВП-фиты, я не буду рассматривать пасту и батарейки. Это будет обычный средний фит для новичка и просто объясню, как и зачем. Если появятся какие-то вопросы, какие вы хотите, чтобы я осветил в следующих видео, обязательно пишите либо в комментариях, либо просто на почту этому персонажу. Ещё раз покажу персонажа. Персонаж создан на одном из основных аккаунтов и к нему доступ будет всегда. По прошлому аккаунту, скорее всего, я его оплачивать не буду, так как у меня и так этих аккаунтов уже слишком много. И дополнительный аккаунт мне просто не особо нужен. Будут вопросы, жду их на почту либо в комменты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok